Вопрос, над которым бьется весь мир, как сделать технику экологичнее уже. Существуют электромобили, электромотоциклы и электроквадроциклы. Тем временем изобретатель из Ангарска пошел дальше и собрал горный электроснегоход. В чем его уникальность и как прошел первый тест-драйв, агрегат расскажет Дарья Эйвазова. Вот так работает электроснегоход. Каждому звуку этой машины Николай Солодков радуется так, как родители радуются первым шагам ребенка. Ведь этот электроснегоход ангарчанин собрал сам. Подобные аппараты ради экологичности сейчас пытаются разработать во всей России. И образцы туристических электроснегоходов уже существуют. Но Николай пошел дальше коллег и собрал куда более мощный аппарат. Он предназначен для гор, соревнований и глубокого снега. Само изобретение гораздо дешевле как в обслуживании, так и в ремонте. В отличие от своих бензиновых собратьев. Ты за маслом не досмотрел, ты попал на 200 тысяч рублей. А здесь не за чем смотреть. Тебе надо смотреть за зарядом батарейки. Все. Он как шуруповер. Нажал на кнопку, жужжит. Не нажал на кнопку, не жужжит. То есть обслуживание у него копейки. У снегохода электрического стоимость катки в день 100 рублей всего лишь. А у бензинового она примерно там 3000 рублей. На разработку у Ангарчанина с коллегами ушло около полутора лет. Но впереди еще много работы. Ведь пока электроснегоход Николая Солодкова может проехать всего 30 километров. Это выяснилось во время тест-драйва на горе Мамай. Хотя и такой результат в полях уже неплохо. Впереди у Ангарчанина все лето, чтобы усовершенствовать свое изобретение и стать первым в России, кто начнет ставить рекорды уже именно на горном электроснегоходе. Дарья Эйвазова, новости по будням. Дарья Эйвазова, новости по будням.